Ледяной бульвар на Самарской набережной один из самых эффектных в России. Не каждый город может похвастаться катком прямо на берегу Волги. Впервые площадку для катания на коньках здесь организовали в 2012 году. Через два года пронесли Олимпийский огонь. Спортивный дух закрепился. Теперь на этом катке тренируются самарские фигуристы. За качеством льда со дня открытия катка следит Андрей Корунов. В прошлом и сам спортсмен. Встал на коньки в детстве, а в юности играл в хоккейном клубе «Волга». Сейчас мы специально все это подгоняем, когда зимний сезон начинается. То есть мы все ладки собираем сюда, чтобы народу было лучше. Андрей Корунов первый, кто выходит на лед после его шлифовки. А подравнивают каток два раза в неделю. За качеством следит целая команда – 10 человек плюс 3 трактора. Прицеп с лезвием, который срезает шероховатости, в этом году заменили. После такой лапы получается практически зеркальная поверхность. В зависимости от температуры ледовую арену дополнительно заливают водой. Только за декабрь 2020 года сюда привезли 400 кубов воды. Это в среднем 40 бочек. Люди идут, достаточно много в зависимости от погоды. Волга, набережная. Не знаю, мне кажется, здесь гораздо интереснее. Ну и кто ближе, кто. Люди приезжают даже с разных мест кататься. У нас работает пункт проката на выдачу коньков. Кофе горячий, чай. На радость жителям и гостям города в Самаре работают бесплатные катки еще и в парке Дружбы, парке Гагарина, на площади Куйбышева и во дворах. Зимнюю забаву сегодня может себе позволить каждая, и она находится буквально в шаговой доступности. Мария Левина, Константин Головин. События.